Добрый вечер, уважаемые любители доты! С вами Шторм Студио, и сегодня в виде MailStorm она представлена. Light of Heaven на первой игре... Я с вами. Ох, ты присоединился. А ты ворвался в лобби? Да, я с вами. А, ты ворвался в лобби. Я уж думал, что не успел. Это просто отличная новость, это, наверное, лучшая новость к началу трансляции. Ну, собственно, играют у нас Virtus.pro Empire. Virtus.pro в своем основном составе. У них уже есть победа на турнире со счетом 2-0. Они пэров обыграли, может быть, кто-то помнит. А имперцы, которых мы будем сегодня смотреть целый день, они пока что открывают для себя эту лигу, и ничего у них в своем активе, как и в пассиве, нет. Кстати говоря, о Dota 2 Champions League. Призовой фонд. Хочу я посмотреть, но пока что мне его не хотят показывать. В общем-то, безусловно, противостояние двух этих команд, оно довольно-таки хорошо всем знакомо. И очень много они раз между собой встречались. Безоговорочное преимущество на стороне Империи. В принципе, Empire чувствует себя очень-очень хорошо с ВП на протяжении уже нескольких лет, как мне кажется. Да, призовой фонд, то 57 тысяч долларов. Ну и продолжает, естественно, расти. Собственно говоря, и немножечко статы у меня есть, которую мне прислал наш статсмен. Просят, Дим, тебя включить микрофон в Dota TV, кстати говоря. Да, момент. Я с вами. Вот, отлично, отлично. Спасибо нашему статсмену, что бы мы делали без него. Ну и, собственно, пока я смотрю стату, еще какие-то интересные факты. Можно поговорить о пиках, собственно, Virtus.pro, которые опять, скажем так, в небольшой такой черной полосе находятся после поражения от НИПов. Если я не ошибаюсь, это была последняя встреча профессиональная. Но там они сражались очень хорошо. Первое, на что стоит обратить внимание, это баны. Если у Empire, это понятно, что Чен и Акс, это герои, которыми Virtus.pro, похоже, играли хорошо, я на самом деле не видел именно Чена нигде. Разве что Йол. То у Virtus.pro боятся, в первую очередь, у нас First Pick TSF, с которым Empire уверенно выходит в лейтгейм. Ну и также забоняли виспа. Откуда появился First Pick Shaker, неизвестно. Сразу ощущение, что это заготовочка. Я тебя немножечко перебью. Дело в том, что у Йолку стопроцентный винрейт на шейкере, и он далеко не одну игру на нем сыграл. Причем это как бы хардлайновый шейкер, да. Вот такая вот тема от Империи. Но мы сейчас посмотрим, потому что если увидеть на героев, то Virtus.pro, естественно, забирает роля. Герой, который очень хорош по всем статам. И вдобавок к Лакверк. Этот парень будет именно врубать шейкеров в любом игровом моменте. И МП продолжают забирать себе щит. Забрали они Брюмастера, но пока, опять же, его смысл не ясен. Разве что он очень хорошо танкует Клакверка. И способен держать его. И потом пошли вообще какие-то дикие баны. Честно, вот я не знаю. Ну, Снайпер Винга, это более-менее еще ясно. Но вот Бристлбек и Люкан, учитывая, что есть уже Клакверк и Троль Варлорд, это не самая лучшая ситуация. Так как Клакверк мешает как и Бристлбеку бить дома, ну, делать дэмидж, так и Люкану. Но кто его знает, может быть, Эмпайра о чем-то догадывается. Там какие-нибудь КВС-чики или что-то еще. Ну, вообще, да. Встречались эти команды по статье у нас один раз только в этом году. Но эту встречу мы с тобой комментировали. Это была игра на Дота Пит Лиге. Там как раз-таки смогли Вертуса одну карту отжать. И, в общем-то, заработали довольно-таки важные очки. Ну, а во второй, как раз-таки, по-моему, во второй игре была вот эта вот эпичная РП Резолюшена. Дважды по пятерым и сверху Ульт Опарейшн. В общем, на этом игра закончилась. Что уж там говорить. И топовые-топовые герои. Топовые герои Виртуз Про. Это как раз-таки Клакверк. 38% игр. Нет, 38% винрейта. А у Империи, что касается Эмпайра, это Рубик. Ну, опять же, Рубик, Акс. Но в последнее время они как раз-таки используют очень часто вот этого хардлайнового шейкера. И очень неплохо он к ним заходит. И, как я и говорил, винрейт пока что 100%. Где-то видел я в Твиттере картиночку. Видимо, имперцы постили вот это вот. Шесть там лучших героев, статистика. Ну, в общем, хорош Йоку, что и говорить. Но, кстати говоря, учитывая Спиксен, Кинга и Дазла, судя по всему, это действительно хардлайновый шейкер. Потому что СК, Дазл, это больше похоже на парочку суппортов. Сейчас у Империи нужно срочно где-то родить дамагера. Причем такого, который будет наяривать нормально. То есть этому дамагеру нужно будет, во-первых, побеждать тролля в один на один. Потому что если тролль нажмет БКБ, то его баши не остановит ничего. Поэтому это в приоритете должен быть рейндж. Ну и во-вторых, желательно, чтобы он вообще был каким-то рейнджевым снайпером, которого нет, потому что, опять же, тролль, Скайра, Сменш или он, это парня легко уничтожит. Забанили Импер Спирита, чувствуя, что он здесь будет наяривать, так как не очень много контроля. Да и вообще три миличника можно качественно нарезать. И у Виртус Про остался Ласпик. Ласпик, это в первую очередь нужно, чтобы герой, который мог заменить тролля именно в рейнджевой битве. Потому что мы прекрасно знаем, как тролль разрывает в мили форме, но если противник будет находиться далеко, то тролль сможет сделать немного. Поэтому я голосую. Голосую за кого-то, кому еще будет полезен этот баф. Учитывая то, что четыре миличника, на самом деле, приятно смотрится вообще какой-то герокоптер. Так как барыш будет идти по троим, есть и ракетки, есть и кулдауны, и он своего рода может делать еще легкий щит для своих оппонентов. Плюс бурст. Подрыв клапверка. Ну да, действительно, бурст. Неплохой вносит герокоптер сейчас еще с этой новой ракетой, которая там пол лица отрывает. Винрейт и команд в этом году, вот как раз-таки перед первой игрой, у ВП на лиге был винрейт 20%. Сейчас 32%, но если говорить про империю, у них 68%. Ну, явные фавориты Empire, что тут сказать, в общем-то. Это очевидно для всех, но тем не менее, Best of 2 и вот это вот СНГ-дерби, где все друг друга хорошо знают, всякое может произойти. Ну, посмотрим, что у нас тут. Силенсер идеален, так как он моментально затыкает своим глобалом и шейкера, и брюмастера, и Сенкинга, и Даззлу мешает кастовать Грейв. Параллельно Силенсер, он накручивает под ультимейтен тролля, ну и опять же, есть все-таки для него два танка. Два танка, потому что они смотрятся очень брутально. Если... Ну, вообще, Сенкингу-то очень тяжело против Силенсера, это вообще, наверное, худший для него герой, потому что вот этот ультимейт... Ну, хуже героя против Силенсера, разве что и Нигму можно найти, которая кастует свой ультимейт. Еще более неприятно, но забирают квапу, рейнджовая квапа. Видимо, я думаю, это будет все-таки для года герой. Он очень... Очень полюбил Queen of Pain в последнее время. Ну и, в принципе, хороший радиус атаки, не такая уж плохая тычка с руки. Может она и руками своими бить. Хотя, безусловно, ее... Ее главная задача это бурст, урон с помощью своих двух спылов Scream of Pain и Sonic Wave. Ну, он довольно-таки неплох, что тут можно сказать. Они понимают то, что сейчас у нас Empire будут брать какого-то лютейшего дамагера, поэтому просто решили перестраховаться. Потому что, если бы они взяли какого-то второго жадного керри, то Empire могли навалиться катком, а вот теперь будет интересно. У Empire просто замес 5 на 5, которым герокоптер будет всех расстреливать. И ему вообще должно быть тяжко. А у Virtus.pro дичайший потенциал в лейтгейме. Поэтому надо будет продавливать. Мне Big Virtus.pro здесь больше нравится. Это очень жестко. Выглядит очень неплохо, согласен. Но в то же время стоит отметить сильный очень такой 5 на 5 от Империи. Очень много АОЕ. Это и Шейкер, и Сенкинг, и Гирыч, и Брюмастер. И все это... Если собраться в кучу, будет очень больно. А как мы видели, бывают такие моменты у Virtus.pro, когда они немножко теряют, скажем так, из виду общую картину и действительно собираются в пятеро. Такое было и против Империи. И в принципе, у них случаются... В Студанале, кстати, которому мы передаем большой привет в очередной раз. Все подписывайтесь. Ставку на этот матч 2-0 в пользу Империи, если я не ошибаюсь. Да, у нас оба матча 2-0 в пользу Империи. Ставочка. Ну и, собственно... Собственно... Собственно, вот. Потерял я немножко мысль. Давайте посмотрим, кто у нас куда идет. Итак, Йоку. Йоку все-таки идет на Сенкинге соло. И на самом деле, как мне кажется, это выбор-то получше, чем фармящий Шейкер. То есть, Сенкингу явно нужнее Экспириенс и какой-то там фарм, чем Шейкеру. Хотя, в отличие от Шейкера, он может фармить лес. Но, опять же, это будет вполне вероятно, если ему саппортем этот лес постакует. Флай будет играть на Дазли, Алоха Дэнс на Шейкере, Сайлент Керри Гирокоптер и Резолюшн Брюмастер в миде. У Virtus.pro Джотом на Скайе, У ЗЗ на Троле, Гот Квинув Пейн, Седой Клокмерк и Йол на Леоне. Йолку, уходя наверх, вот мы видим, что у нас больше коммунити всего Virtue Empire в этом матче. Но, учитывая то, что Йолку капитан, я бы сказал, что здесь 50 на 50. Потому что Virtus.pro сейчас будут опасны. Фактически в любом матче и будут биться до конца. Так как есть и Asus, это второй состав Virtus.pro. То есть борьба идет за... Да, борьба идет за то, чтобы на самом деле быть единственной командой в будущем. Хотя, кто его знает, может быть, снег будет держать и два состава. Может быть, будет полезно. Вполне возможно. Ну, гораздо более на самом деле важно это даже не остаться не в составе Virtus.pro, а International попасть туда, потому что ни одна организация не заплатит тебе столько, сколько ты можешь выиграть на International. Это, конечно, там стабильная зарплата, поддержка всяческая. Но, тем не менее, одного выигрыша на International может тебе хватить до конца твоих дней, в то время как... В то время как твоя зарплата, она не такая высокая. Не такая, да. Не такая высокая. Может быть, ты заработаешь больше, чем выиграешь на International. С точки... Ну, там, не за первое место, конечно. Но на это уйдет гораздо больше времени. Так что, действительно, соглашусь, здесь идет борьба. И у Империи шансы неплохие, довольно-таки, на Invite. В то же время, не так много они выиграли, если посмотреть за год. Но я бы тут еще добавил то, что на самом деле, вот у многих такая логика, что вот сейчас человек играет в Доту, и если он выиграет миллион долларов, то он может больше никогда не играть в Доту, не делать ничего. Но основной момент, то, что люди играют в Доту и что-то выигрывают по причине того, что им это в кайф. Потому что это им нравится. Поэтому очень часто многие задроты, если не считать некоторых личностей, они, когда что-то выигрывали, они все равно продолжали играть. Потому что это удовольствие. Так что, я думаю, здесь, если ребята что-то выиграют, они будут играть еще очень и очень долго. Да, это абсолютно с тобой согласен. То есть, прежде всего, мотивация. Скажем так, не от того, что хочется денег. Во всяком случае, большинство еще, все-таки большинство из тех людей, которые сейчас на профессиональной Дота-сцене, может быть, они там не игроки, но какие-нибудь менеджеры, тренеры, они-то начинали, когда играть, и играли тогда еще деньгами-то и в принципе не пахло, поэтому это так. Ну и опять же, есть много примеров. Там пример того же Дреда, который вполне может себе там стримить и получать очень неплохие деньги с этих стримов, но, ну не хочется ему, не интересно ему это. Ему хочется выигрывать в Доту, и это большой респект, с одной стороны, с другой стороны прекрасно его понимаю. То есть, сколько бы ты не зарабатывал, если это не твое любимое дело, все плохо. Резолюшн вкачивает пиво на первом левеле, и году не очень это приятно, теперь он будет миссать по крипам, и добивать ему будет сложнее. Хотя, тычка у года посущественнее, чем у Резолюшн. На верхней линии у нас такая очень агрессивная трипла против Сенкинга, но Сенкинг здесь неплохо откушал линию, получает экспу. Но я так понимаю, Сенкингу здесь главное экспириенсы набрать, а дальше там уже лес, который будет стакаться, он зафармит, и вынесет свои итемы. Такая стратегия, ну, кстати, даже особо жадной не назвать, потому что как бы это не саппорт фармит лес, и еще и хардлайнеру нужен фарм, а это все делается для хардлайнера, у мидера все хорошо, на легкой линии у Гироча все хорошо, и получается, что как раз таки три сильных героя, как и должно быть, наверное, в современной доте. Ну, если посмотреть, здесь есть одно но. Линию сейчас Сенкингу отпушили обратно, то есть Сенкинг он к репам подойти не может. Махаться с суппортами, размениваться, как-то напрягать и выбивать реген, он также не может, потому что он милишник, причем тот милишник, у которого не очень много армора. Гангать центр, Queen of Pain, он не в состоянии на Сенкинге, так как это рейндж-герой, который имеет blink, а у тебя с этим брюмастер, и он пошел, наверное, делать единственное такое полезное дело, это воевать за руну на ранней стадии, потому что Скай в лобовой атаке он не боец. И Скайу нужна поддержка. В итоге Йоку забрал руну, дд, может отдать ее брюмастеру, нет, просто решил взять дд и сейчас может сделать ферсплат. Идет. Бежит, 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 но здесь Леон и понимает Йоку, что слишком опасно туда выходить, есть у него вардик. На миде, тем временем, дуэль у нас такая очень жесткая, брюмастер с пивом, Queen of Pain со вторым дротиком и сосредоточены они пока что на то, чтобы выиграть друг у друга прежде всего линию, но стоят ровненько. Да, Санкинг ушел, кстати, гангать. Вот то самое решение, которое неизвестно принесет ли результат, и вот тут надо просто Queen of Pain стоять и не агрессировать. Ты не двигаешься с мидой и не бегаешь за брюмастером, а просто добиваешь крипов, пусть даже немножко меньше. В итоге Йоку, ничего не сделав с дабл дэмиджем, возвращается наверх, потому что сверху линия пропушилась, подходит Йоу, встанет у нас Йоку, врывается сюда БЗЗ, Сентрии нету. Лол, Сентрии у нас... Лол, Сентрии просто нет. Халява, слушай. Если нет Сентрии, то Санкинг сейчас просто возьмет третий левел, и с отсутствующим Леоном он будет просто стоять и спамить свой песок. Была одна Сентрия, ее поставили, чтобы вард сбить сверху. Но в итоге Санкингу это не помеха. С другой стороны, у Санкингат песок есть, но ХП не так много, его здесь просто ауешными какими-нибудь импейл плюс что-нибудь еще могут забрать. На миде выход, кстати говоря, от Жотма. Брюмастер может быть в опасности. Брюмастер к анкасе в шот получает. Смувспид нулевой абсолютно, но он слишком толстый. Да, резолюшн здесь стоял, не проседал по ХП, и поэтому забрать его не получится. Выход Жотма не такой удачный получился, как ему хотелось бы. Ну и на нижнюю линию можно обратить внимание, что у нас здесь происходит. Здесь Клакверк, который запер катапульту в лесу, выпускает ее. Уже четвертый левел Клакверк, Сенкинг пока что еще третий, и у Клакверка линия великолепно пропушилась. Седой пока что действует очень неплохо. И при этом его никак не выгнать и не наказать за подобное, потому что Герокоптер, если постарается его барражировать, то будет получать кок, а сверху Йоку. Ты смотри, битва за руну, песочек, и доигрался. Queen of Pain его забрала. Ну вот о чем я и говорил, что могут какими-то ауешными темами забрать, даже в песке. Не повезло, еще и руну Квапи отдал. В итоге Йоку здесь просто нафидонил третьего левела Сенкинг, в то время как Клакверк уже почти пятый, продолжает фармить под вышкой, и в битве хардлайнеров у Virtus.pro небольшое преимущество. Также у них небольшое преимущество в битве кэри, если посмотреть по Крепстату, ну и соло мид у года тоже поуспешнее. Небольшое, но преимущество за ВП. Да, и вот она фишка теперь Сенкинга. Единственное, что он делал сверху, это получал себе третий левел. Как только у тебя есть третий левел, ты можешь спокойно уйти и фармить свои леса, и никто тебе не помешает это сделать, потому что все слишком заняты. В результате сейчас он будет, наверное, фактически сразу пятого левела, и может уже отправляться. Хотя, на самом деле, опять идти ему некуда, как бы это смешно не звучало. Разве что сделать вылазку на Седого из своего леса. Алоха Дэнс продолжает у нас так. Эти, кстати, посмотри, что сделали. Нажали смок после этого фарма, и я вот чувствую, что сейчас они, скорее всего, сделают минус. Либо на Квинув Пейн, потому что она ну очень битая и легко ее принять. Либо на... Ой-ой-ой. Йол спалил, Йол спалил всю движуху. Подходит у нас Алоха Дэнс, мажет станом. В итоге нападает у нас на Йолку. Йолку получает в ответ станчик, хочет спрятаться, но, увы, здесь есть Дасты и ульта Квинув Пейн. Да, очень, очень неприятный получился ганг. Но вот вчера на этой самой горочке точно так же у нас спалились. Кто у нас вчера играл? Я уже забыл, но тоже был... Клауднан с ЕГЭ. Да, Клауднан с ЕГЭ. И, по-моему, как раз Клауда на этой горочке также спалились и в итоге получили минус 2. Очень опасное место вот это вот, когда ты идешь в смоках, нужно очень аккуратными быть. Ну и здесь, конечно, Virtus.pro шикарный, поймали тайминг. И еще небольшое преимущество. Забрали Сенкинга. Кстати, Сенкинг это уже вторая смерть получается у него. Он был пятого левела. Шейкер, Клакверк, врывается на Алоху, Алохи дают крест, но Алохо очень битый. Гирокоптер дает ультимейт, Алохо тянет до последнего и забирают Алоху, но минус седой и минус жотом. Квапа тут же подходит, захиливает ее Флай. Барашу года могут быть проблемы. Год, скорее всего, здесь умрет. Буквально последняя тычка и это минус три. Великолепнейший размен от команды Empire. Забрали трех героев, хардлайнера, при этом и мидера. Empire ушли в свои защитные позиции. Понимая, что они с Сенкингом ничего не могут сделать сверху, они просто отправили Йоку в лес. В итоге, фактически, сейчас Empire они играют ну, четыре плюс один это четыре героя снизу, один герой в центре и для Вердус Про самое опасное это вот так вот ходить вдвоем в этот лес, потому что здесь ребят из Empire будет очень и очень много и хотят что-то сделать, хотят наказать Сенкинга за ту жадность, которую он проявляет по отношению к своим лесам, потому что такими путями он будет очень скоро врываться в противника с эпицентрами. Не надо что-то делать. Ну, пока что он даже не берет эпицентр, взял себе третий песок, третий Barrel Strike, эпицентра нет, фармит Soul Ring, до блинка еще очень далеко. Такая интересная раскачка, мне, конечно, ближе гораздо классическая раскачка, когда ты все-таки максишь станчик, но когда у тебя нет блинка, действительно, может быть не такое плохое решение. Ну, пока ему пофиг на самом деле, пока он фармит свой лес, в центре у нас стоит Дазл на подсервис, Ален тем временем забирает Клакверка Седой, подставился, за что его быстро наказали, и очень хотят забрать Брюмастера. Стоит Лейнвард, и вот, естественно, Брюмастер это все шикарным образом выглядит, и пока Вертус отопчется. Гот закидывает дротиками, но Резолюшн просто не подступает, а Дазл, он еще мало того, что защищал, так в ответ и рвну забирают. И самое четкое решение делает БЗЗ, начинает пушить верхнюю линию, чтобы наконец-то хоть кто-то стянулся сюда, иначе сколько можно это терпеть, да, линия без хардлейнера, и приходит сюда Дазл. Вот теперь для суппорта в зеленый свет. Суппорта у нас, ну-ка, да, принесли смок, забрали у нас как Квин оф Пейн, которая провела себя очень нагло, и вот сейчас ребята должны нападать. Да, без Клопы-то очень неприятно нападать. Ну, год я чувствую не выдержал, потому что здесь уже стоять Квин оф Пейн опасно. Ты получаешь фиссуру где-то там с 1000 рейнджи, тебе копает Сенки, Мастер и Джи-Джи. Нашли Сенкинга. Йоку, Седой, Хукшот, наизали, да, произали Даст. Йоку старался убежать, но Сенкинг седьмого левела может выжить. Живет, Йоку живет, Резолюшн подходит, Джотом не дотягивается, Герокоптер уже здесь, это минус один, Седой остается, у него нет ничего, Хукшот зажал, и в итоге с Хукшотом не на КД умирает. Да, и Сенкинг в итоге выживает. Вот это сейчас Йоку размансил. Тем временем Квин оф Пейн заходит во вражеский лес. Что ты делаешь, Квин оф Пейн? Пока разводит, пока просто разводит, старается вообще что-то придумать, хотел найти сладеньких, но, увы, не получилось. Там сладеньких в принципе не было, все были довольно фуловые, кроме Сенкинга, который улетел. Ну, кто его знает, все-таки. Всяко бывает. Да, всяко бывает. Ну что ж, теперь можно поздравить Virtus Pro с очередным заходом во вражеский лес, смаках, они были близки к своей цели как никогда, но Эмпар, как видно, их защита пока не дает слабостей. Очень сильная защита в принципе у Эмпар всегда была. Да, вот такой позиции, когда ты не можешь пройти и убить противника во вражеском лесу, ты не можешь как-то загангать и помешать выносить свои айтемы, лучше всего троллю уйти в лес, а одного из саппортов оставить сверху, чтобы он хотя бы получил свой 6-й левел, потому что, не знаю, у Леона 6-й левел, у Скай 6-й левел, он бы действовал наверное в 2 раза эффектней. Вот я попытался сделать отвод, но не получилось, ушел только один рейнджовый крип, и вот сейчас интересно будут делиться. Тоже заберет 6-й левел. Я думаю, Йол, он скажет, братан, в центре Copy of Pain, очередной раз вышли, Год у нас погиб. Год не привыкает к такой линии, я смотрю, ну как бы ему просто некомфортно, я прям чувствую Года, то что у него чешутся руки, он хочет куда-то пойти что-то сделать, но везде защита, везде оборона, вот просто оцени Вардинг Эмпайр, снизу стоит Вард, тут Лейнвард стоит тоже хрен... Не нападешь. Ворвешься, да, хрен ворвешься, и в итоге что мы наблюдаем, то что пока Год не удерживает, потому что при этом и на линии стоять в терпой позиции нежелательно, так как там все время забирает за 2 стана. И вот теперь Седой может изменить ситуацию, может напасть на Брюмастера, делает, Брюмастер хочет кастануть ультимейт, что у него это не получается, получает Саленс, получает Грейв и... не может. Не может резолюшн! О боже, какая жесть, ему просто батареи не дали скастовать ультимейт, хотя делал-то все очень правильно. В итоге размен один в один, Джот мы забрали, но Брюмастер умирает в пользу для ВП, естественно, а тем временем БЗЗ под шумок с волком идет на Рошана и начинает его пилить в одиночку, Флай чекает, но Флай здесь один ничего не сможет сделать, вот у него маны нет абсолютно, Герокоптер летит, Флай, что же ты здесь делал, Флай, пошла ульта Герокоптера, идеальная, но попадает по трем героям, тем не менее, Рошан уже мертв, телепорт от Леона с ультимейтом, ставится фиссура, всех закрыли, Виртус Про не напасть, нету ничего у них для этого, тем не менее, Рошан упал и в целом отрезок для них неплохой, но вот БЗЗ пока что в этой доте себя очень хорошо находит, он спушил вышку сверху, он забрал Рошана, ни разу не умер и при этом очень много фармит, у него топовый Нетворс. Да, пока он делает, делает как раз то, что надо, заставляет противника выйти из своего леса и напасть на своих оппонентов, пока у нас Санкинг без Блинк Даггера и у Бримастера, ну, только-только появился Даггер, они на самом деле впереди в этой игре, но, как только у Санкинга Даггер будет и еще вот мы видим там Шейкер, чувствует себя нормальный, Герокоптер, не знаю, будет ли это БКБ или Санжи Яши, увидим. Нападение на Герокоптера снизу, но это фейл. Днем тяжело, очень тяжело взять днем Герокоптера, который тут на фейзах и на Яши, подходит у нас Йоку, забирает у нас, нет, не забирает, нападает в ответ на Йоку, врывается у нас Резолюшн, Шейкер ультует и в итоге минус 2, да, минус 2, это минус Аигис, нужна помощь, Аигис, по-моему, в такую ситуацию нельзя отдавать, но, увы, никого нету, Йоку урывается на Санкинге и забирает у нас тролля, здесь же бегает Джотам, и Джотам у нас также погибает, и единственное, вот, кого только год забрал Дазл на стаках, Флакверк, врывается на Салента, у Салента проблема, нужна помощь, рывается Резолюшн и Сидому не хватает демеджа, минус 4, это даже минус 5, что это, Майгисом, летит сюда, я не понимаю, что они делают, но, блин, тупнулись бы, либо сразу все вместе, как-то так вроде это делается, так он, он из Таверны только вышел, ну, я понимаю, там, про Квиннов Пейн, которая хотя бы была без ТП, она забрала Дазл тем временем на Эншентах, это единственный, пожалуй, плюс или убежали, потому что сейчас было реально фит-фест от команды Virtus.pro, чтобы как они защищались, это феноменально, просто по одному конвейер гейминг, да, и лучшую цель выбрал, на самом деле, еще и Клакверк, гирокоптер, который тебе баражом разбивает лицо больше, чем ты ему своей батареей, в итоге, просто провал, смотрим на графики, видим, как Эмпайр на ровном месте получают преимущество, под своей вышкой с Аегисом ВП не смогли здесь принять драку, но это, это плохо, сбивается вард, здесь же Шейкер, Шейкер готов, но Аскар Асмейдж понимает, что не стоит ему так агрессивно сбивать варды, Гот купил, кстати, Некрономикон, как тебе в такой ситуации Некрономикон вообще? Ну, по-моему, он так себе, как только гирокоптер заберет себе, заберет себе БКБ, то он будет убивать эти, он будет убивать Некробук, как вот Резолюшн убивает Скайрос Мейджа за две тычки и Фиссуру Шейкера, и он просто зафармит 200 там, 200 голды. Посмотрим, может быть реализует, но в таком глобальном Ау-Егде Даззл хилит, Шейкер ультует, это будет просто вот разве что он успеет пушек отправлять. Вот так вот, вот так вот так получается нормально. Да, вообще я тоже думаю, как бы это, это конечно лучше, чем Юл, но как бы тоже какого-нибудь подсайленсить Брюмастера было бы неплохо. С другой стороны, контроля хватает Вертусам. У них есть Хекс, у них есть Сайленс, в общем-то есть чем бороться. Начинают долбить колотушкой Брюмастер по вышке в центру. Здесь готовы Вертуса, но готовы имперцы, их больше, врыв, очень плохой врыв, дает Сайленс, у Резолюшна проблемы, неплохой Грейв, сможет ли скастовать ультимейт на этот раз, и кастует все-таки Резолюшн ультимейт, это минус седой, Жотом ель живой от Рокет Баража, тролль просто крутится в воздухе, один против пятерых, БЗЗ, но тут можно даже не смотреть на самом деле. Все и так ясно, с чем драка. Это закончится, еще и Йокус, блинка врывается в Года, Фиссура сверху, но Гот уйдет, да, Гот уходит на блинке, ой-ой-ой, как Квапата разрывает Соник Вейвом, Сэнкинга ловит ракету, тем временем Гирокоптер разбирается с Леоном, ну и на этом, на этом драка закончена, победили Эмпайр, заработали себе еще немножечко, немножечко преимущества. Но сейчас у них преимущество слишком высокое, где 5000 экспейт, 5000 голды, и сейчас, я вообще хозык, они могут выигрывать драки, потому что Гирокоптер, который уже имеет Блэкинг Бар, его пробивать нечем. Единственный, кто способен убивать Гирокоптер, это тролль, но у тролля Блэкинг Баром пока что еще и не пахнет, у него есть только один Мефрилхаммер. И Эмпайр способны захватить комом все вышки, вот прямо сейчас. Самое неприятное у ВП, что у них нету такого сплит-пуш потенциала, прямо хорошего, с одной стороны, и с другой стороны, драться в пятером против пика Эмпайр, им тоже сложно, потому что там Шейкер с блинком, Сэн Кинг с блинком, Брюмастер, Даззл и Гирокоптер. Все это 5 на 5 гораздо сильнее того, что есть у ВП. Того, что есть у ВП. И ВП убежали в свой лес, сейчас начинают фармить. Ну да, ситуация тяжелая у Виртусовой, мне больше нечего сказать. Этот Брюмастер, который ловит хукшоты Клокверка, он, конечно, молодец, но могу сказать, что в принципе у Виртуса молодцы, то, что они нападают на Брюмастера, потому что... Да, угодно, проблемка. Его разбомбил Гирокоптер. Да, так вот, в чем основная мораль, то, что угрываться, как бы это смешно не звучало, нужно на Даззла, потому что опять он кастует на всех хилы, свой вив, свой грейв, и все, и ты, как мы видим, да, весь бурст от Скайя, Клокверка и Лена, его просто нет. Нападение сверху. Брюмастер с ультимейтом и кастой. День, день, день. Он уже их увидел, он уже знает, что они здесь, поэтому он их так просто слегка подбайтит. Понимая то, что команда вьют центр, поэтому жадничать здесь ни в коем случае не стоит, в итоге Йоу и БЗЗ у нас отступают, брежит Брюмастер за Йолу, у Йола может быть проблемки, прыгает, резолюшн, можно просто попинать и на ману размять. Лягушкам костей здесь уже Йолку, да. Да, размял. Размял. Кто кого, только вопрос. Ну и пока по-прежнему остается открытный вопрос, чем вы будете выигрывать тимфайты, потому что нужных артефактов их просто нету. Вот есть год, он пушит у нас Некробуком низ, тролль у нас продолжает фармить свой лес, и это очередной тавр в копилку Эмпайр. Теперь всем дорога заказана наверх. Я думаю, сейчас всем вертусам нужно молиться на БКБ БЗЗ. Вот осталось буквально тысячи. Да, даже не тысячи, а где-то 600. Ну я на самом деле не знаю, насколько здесь вообще тролль способен будет что-то сделать в БКБ. Не, конечно, без БКБ то он вообще ничего не способен сделать. Но в БКБ окей. Ну за ультимейт, за БКБ может быть одного, в лучшем случае двух героев он убьет. Герокоптер, Герокоптер можно забрать. Но если Леон со Скайем перестанут кидать все свои спилы в цель, в которую кинет Грейв Даззл и начнут как-то кидать это в Даззл, чтобы он не успел ничего попытного сделать, или хотя бы кинуть Сайленс, тогда... БЗЗ проблема огромная проблема, его видят Брюмастеры в Инвизе, Йоку, пошел Эпицентр, БЗЗ бежать нужно, но он не добежал. Бежать поздно, Инвиз реализован наилучшим образом. Шикарно. Ну, Вижена у ВП уже не так много остается, в общем-то, как мы видим. Хотя у них есть вот такой вот вард, у них есть такой вард, и более того, Тир-1 вышки до сих пор стоит на боковых линиях, все равно но Резолюшн смог таки реализовать эту роль. Мне нравится счет ВП. Вот такой момент, ты смотришь, у них 0.5, 0.3, 0.4, и только один год думают, боже мой, куда я попал. 7-4 год. Да. Ну, конечно, забирает то, что команда наработала, но выглядит довольно-таки смешно. Так, Клакверк хочет напасть, Дазл улетает, хукшота нет, и можно спокойно забирать Т1 сверху, а затем и Т2 тавр. Да, ситуация на самом деле очень печальная, потому что вот мы видим, год у нас продолжает пылесосить вражеские леса, использовать для этого некробук, но вот теперь книжка у него кулдаун, ровно 60 секунд, и сразу задаешься вопросом, а чем мы будем драться, если у нас нет книжки, которая в сумме стоит там почти 5 с лишним. Ну, я не знаю, книгу только что Гирокоптер за 2 тысячи убил, то есть 2 уровня, ну, 3-го он за 3 убьет, наверное. Ну, кстати, не, я бы сказал уже, ну, короче, он бьет, в общем, кого-то он точно убьет здесь, потому что Double Damage, Demon Edge, и пошел, пошел, драться опять же нельзя, BDZ у нас идет фармить, где, остальные 4 героя, они чем-то занимаются на карте, вот, допустим, Леон с Sky, я не знаю, ну, что, 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 супер жесткого они сейчас делают, но пока они, по-моему, просто летают, потому что имбьют Т2 Tower, никто его защищать даже не планирует, и у меня есть ощущение, то, что Virtus.ai сейчас захотят засплитать Т2 противника, это было бы отличной мысль, если бы у Гирокоптера не было ДД, но она кончается уже, она кончится, она заканчивается, да, и у него ТП нет, более того, то есть, значит, план со спидпушем удался, но я в такой ситуации считаю, что они могут просто зайти на Т3, как минимум, ты бы развел 5 героев на 5 ТП, это 500 голды, они бы потеряли свои позиции. Empire думает, что нарушит соперник, да, вот они идут, подумали, что нарушает. Правильно думали, кстати, очень правильно думали, потому что так могло произойти, нашли Джотма, Джотма это такое, Джотма ради этого смока ганга, ради этого смок ганга он дает не так много, нужно нацеплять остальных, нужно с блинкдаггера копать, Йоку, нет, Йоку отпускает, ну и качает, слушай, как бы это смешно не выглядело, но Virtus.up пока качает Empire, и вот этот вот выход с макея от линии сверху пробежает через всю карту, прийти убить суппорт Скай, который вот-вот уже появляется, в то время как остальные четыре героя фармили, это на самом деле огромный плюс для ВП, потому что они начинают, потому что тролль купил себе уже БКБ, можно месить. И резолюция разбивает лицо Леона. Да, вот он месит, кстати, неплохо. Black King Bar очень четко в этой игре, чтобы ты на Верочку мог прыгнуть, на Верочку дать клап, на Верочку еще раз кидать пиво и разложиться. Ну, Дазлу нужен еще какой-то там блинк, и Фрустав, как вот Пупей показывал, чтобы он смог стоять максимально далеко, чтобы его Леоны там всякие не трогали. Заходят сами на Рошана, у Гирыча уже почти МКБ, резолюшн, в принципе, тоже всем доволен, просветили, видят, что на Рошане происходит, но здесь идет битва с иллюзиями. Есть БЗЗ, БЗЗ нападает на Алоху Дэнс, использует свое БКБ, Алоха Дэнс у нас начинает кайтить, его забирает, но есть Рошан, нужно его также отвоевать в ответ, прыгает у нас Гот, гонится с Некробуком, врывается Седой, ставит шикарные Коги и подходит Йол. Потрясающий стан, но Сайлент успевает забрать Аэгис. Сайлент забирает Аэгис, в ответ забирает и Леона, и Клокверка. Тем временем забрали Даззл, вот, кстати, хорошо, хорошо, наконец-то его зафокусили, но ворвались и синхронно, уверен, вот прыгает Гот, прыгнул Гот. Сайлент неплохо, выбила Аэгис. Очень хорошо прыгнул Гот. И, я думаю, просто уйдет. Ну, конечно, тут его цеплять тяжело, хотя Йолку рядышком цепляет, ракет пошла, гирокоптер пытается натычковать, но есть Блинк, и, да, Гот слишком мобилен, но неплохая драка от ВП, это, в общем-то, сделали они здесь довольно-таки много, учитывая, в какой ситуации они находились. Теперь у соперника нет Аэгиса, разменчик был неплохой, потратили там БКБшки, ой, Сайлент без БКБ, может быть ошибка, Гот идет за ним. Дротик, но Йолку на подсейве очень вовремя, и хватит ли ХП сейчас Году для того, чтобы уйти? Нет, тролль врывается, получает вторую ракету, вторая ракета очень больно замедляет, вторая ракета с ультимейтс имеется в виду, у БЗЗ также нет БКБ. Йолку просто здесь шикарно сыграл, ловят Алоху минус Алоху в лесу, и Йолку уходит. Хотя, не факт, не факт, что Йолку уходит, запирают его, Фурстав, Фурстав уже есть, Жотом без маны, абсолютно. Ну и отступают отсюда. Это было, на самом деле, феноменальные два замеса от Алохо Дрэнса, он начал его здесь, его убили, он появился, пока шел в замес, еще полторы минуты, пробежал через всю карту, порежал, и ворвался опять один в четверг. Я уже предвкушал окончание этой истории. Ну что выглядело, но, да, Вертусат ковырялись, вот, даже и большими потерями, но учитывая то, какие нетворцы вообще были у противника, они на своей волне теперь. Ну, троллю тяжело, у него нету такого количества хп, чтобы все выдерживать, у него нету такого количества урона, он вгрызается в шейкер, и не может шейкер вот прям минуснуть за секунду, хотя тролль должен это делать. Его главная задача вообще в этой игре это просто фокуснуть гирокоптера. Если он этого гирокоптера не фокуснет в БКБ, то и гирокоптер все это БКБ отстоит и отстреляет, вот оцени, какие у него рты, там уже забей. 325 дэмэджа, то потом уже не важно, что будет потом, по-моему, потом будет больно кому угодно. Поэтому Эмпай понимает, что затягивать в этой игре ни в коем случае нельзя, потому что в лейте у ВП на самом деле такая хорошая комбинация, особенно против вертолета. Все-таки хукшот, клокверка и блинк тролля в этот кок, который рано или поздно начнет башить, еще никто не отменял, поэтому нужно заканчивать. 4хсекундный хекс на Леоне, Сайланс на Скайрос Мейдж против Даззла, это все тоже очень хорошо будет работать. Да, учитывая, что ты единственный рейндж ДД, тебе нужно идти и месить прямо сейчас в этой игре. Выходит на верх, нападение на БЗЗ, хекс резолюшн, БКБ, пока ждет, ждет БКБ, летит у нас ракетка в БЗЗ, кстати, очень больно залетит, если он с этим ничего не сделает, да, продолжает у нас стоять и тавер падает. Виртуз в опасной позиции, армор на всех, тавера нету. Ну, драться не вариант против армора. КЗ, как они вообще хотят драться, не знаю, все идеально для Эмпайр. У БРУ Мастера 22-23 армора, у Гирокуптора вообще 40, врывается на Джот, ну, Джотом хотелось инициировать, но непонятно, где Клакверк, нападает на БРУ Мастера, БЗЗ фокусил самую не лучшую цель, но Кокусит в флаях, старается его запинать, врывается на Салента, Саленту не могут дать дрейв, Салент получает баши и шикарным образом Резолюшн Салента спасает. Салент в итоге у нас расстреливает Года, расстреливает Клакверка, остается у нас один БЗЗ, БКБ-чика закончилась и Соник Вейв. Соник Вейв по Саленту, Салент может приехать, посмотри, почти, кстати, почти получилось забрать Салента, да, Квапи, она умирает, у нее теперь нету байбэка, но слишком много всего было у Империи здесь и отмечу то, что Virtus.pro также выбрали крайне неудачный момент, тролль выкупается, Forstuff, нужно сейчас отступать имперцам, смогут ли они раскатить, блин через 3 секунды, да, тролль не пойдет дальше, в итоге просто тролля вынудили байбэкнуться, Шейкер без ультимейта уже, можно так сильно не бояться, но Сонкинг с ультимейтом. В этом замесе вообще весь замес фактически вытащил Resolution, потому что он сделал дикие вещи, он напал на БЗЗ и в итоге потом БЗЗ напал на него, БЗЗ развел на БКБ, когда БКБ закончилось и БЗЗ почти убил Герокоптера, он его заюлил, и ты понимаешь, что у БЗЗ все меньше и меньше остается времени, то есть у него было 8 секунд, чтобы убивать Герокоптера, теперь у него, точнее у него было 9 секунд, теперь у него 8. Все, пауза. Сайлент у нас выпал, ну действительно, Resolution все сделал очень круто, ой-ой-ой, а, все, вернулся, вернулся Герокоптер. Ему говорят просто, ему Resolution говорят, ты все равно в таверне, нафиг ты нам нужен. Роев, Алохи Дэнс на Сидуху, дает первую, вторую и застрял, вот это жесть, да, флай, флай, крестик, крестик, флай, нет, есть форстав, Алоху форставнули, он спасается, в итоге Алохо здесь ушел, Сенкинг в позиции все время. Минус фукшот, это очень и очень важно, без фукшота вообще нереально начать, поэтому планеты вообще не стесняются, втроем здесь бегают, и... Я не совсем понял, почему Virtus.pro решили напасть не в момент, когда Даззл дал ульт, и не в момент, когда он закончился, а в момент, когда до его конца оставалось 10 секунд, и армора было столько у Герокоптера, что просто зафокусить его было в несколько раз сложнее. И еще при этом упал Тавр, то есть Empire после этого Тавра, они, ну, видели весь ХГ, видели врага, и можно было, ну, все сделать заранее, а так они в итоге дождались, и сами себе смертный приговор подписали, в виде минус ренджового барака. Пошли Некробуки, пошли Некромиконы, видят Шекера, видят Герокоптера, ребята могут, вообще совет, можно их расстрелять на самом деле, плюс 200 голды лишними не бывает. Что-то он как-то не хочет. Ну, как-то они, да, они слишком опасаются, видимо, они не видят то, что, не видят, где находятся противник, бордов у них нет, и пока год нормально развлекается. Тоже, кстати, фармит все БКБ. Да, ему нужно. Тут нужно, вот я так подумал, нужно Флависе как-то ХП набрать, потому что Queen of Pain уже почти смывает его через свой прокаст. 390, плюс 300, уже 800, ну, Флай, видимо, пошел по стопам такого, либо это будет Юл, чтобы диспейлить Сиасала, либо это будет Форс Тафф, чтобы максимально далеко находиться. Наверное, Форс все-таки. То есть, он пошел по пути осторожности, нежели толстости. Ну, хотя 900 ХП, если его найдут, будет, конечно, не очень приятно. и нашли ватт. Варт у нас моментально Queen of Pain сбивает. Empire дальше ставит позиции. Вот этот момент, на самом деле, можно, конечно, было подождать Рошана, но никто ждать не хочет в этой игре. В очередной раз кастуется Ultimate Dazzle. Вот это ракета, и вот сейчас нужно готовиться. Как только будет заканчиваться ульт Дазла, нужно врываться. как-то, это где-то мы с тобой это уже видели, да? заканчивается ульт Дазла и пошел врыв. Боже мой, минус 2 просто за секунду. Год постарался что-то сделать, но, увы, его тоже убили. Не прожал он БКБ, который я только что нафармил. Врывается здесь Сидой, но ему конец, и Empire просто шикарнейшим образом катком продавили медведей в этой игре. Ну, вот ты сказал, заканчивается Ultimate Dazzle, нужно врываться. И Empire, как только он подходит к своей финальной стадии, врываются сами очень неплохие инициаторы в виде шейкера и Сен Кинга. Гораздо интереснее эти инициаторы, кстати говоря, чем то, что есть ОВП, потому что дают стан с огромного радиуса, ничего с этим не сделать. Ну, и, собственно, финальная таблица, что здесь отметить? Джотом вступает в клуб Light of Heaven, разве что только, набрав минус 0.9 фэнтези-поинтов. Ну, в целом, в целом, вот где-то отрезок с 10 там по 20-ю минуту был выигран очень сильно имперцами. И начало-то ОВП было неплохое, и в конце они подсобрались, но вот это вот, вот это какая-то неорганизованность в середине не позволила. Макро-игра, да, когда тебе нужен командир, который будет отдавать тебе четкие действия, вот пока опять она хромает, вот эта та самая история Virtus.pro. То есть, если вам парит, видно, что они просто так, есть айтемы, пошли заберем этот тавер, пошли заберем этот тавер, потом этот, потом этот, потом этот, потом этот, потом трон, то у Virtus.pro непонятно, какой у них был план. То есть, они толком вообще ничего не забирали, вышки они свои отдавали, врывались, когда там уже нету таверов, и Vif висел на всей своей команде, и в итоге верю, что вторая игра будет пожестче. Да, об этом узнаем через несколько минут, пока что уходим на небольшой перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok